Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше» Моральное банкротство еврейского истеблишмента В деле помощи преследуемым братьям в других странах американско-еврейский истеблишмент показал свое полное банкротство Но и в отношении внутренних проблем, с которыми все чаще сталкивается еврей в Соединенных Штатах руководство еврейских организаций и учреждений проявляет полное нежелание что-либо делать Проблемы, с которыми сталкивается американское еврейство, остаются неразрешенными В то время как еврейский истеблишмент тратит массу времени, энергии и денег на защиту чужих интересов Разумеется, еврейские лидеры не смогут игнорировать до бесконечности те проблемы, перед которыми стоит сегодня американский еврей Рано или поздно эти проблемы коснутся их самих Принято считать, что все американские евреи это Ротшильды, заправилы международных концернов и банкиры, сидящие на мешках с золотом Однако, как это ни странно факты говорят о том, что в Соединенных Штатах Америки живут десятки тысяч бедных, почти нищих евреев В Нью-Йорке, например, евреи составляют третью по степени бедности группу населения Многие тысячи еврейских семей живут в условиях, которые, согласно статистике намного ниже уровня бедности Многодетные хасидские семьи мелкие чиновники и фабричные рабочие едва сводят концы с концами Многие тысячи евреев обитают в кварталах бедноты которые смело можно назвать трущобами Когда-то это были еврейские кварталы Но все те, кто выбились в люди переехали в благоустроенные пригороды Здесь же остались старики у которых нет денег снять себе жилье в районе побогаче Кто заботится о них? Кто помнит о них? Это не просто бедные люди Это забытые люди Еврейский истеблишмент забыл об их существовании Нередко евреи дискриминируются при приеме на работу Многие из них, а особенно религиозные люди с их характерной одеждой и бородами выделяются среди стандартных американцев не меньше, чем негры или пуэрториканцы Но в отличие от последних никто не борется за их права Во всяком случае Не еврейский истеблишмент Когда малоимущему еврею, ремесленнику или мелкому предпринимателю отказывают в суде которое полагается ему по закону Куда исчезают все те евреи-защитники угнетенных которые без устали бегают по судебным залам помогая неграм и пуэрториканцам оказавшимся в такой же ситуации Наверное, им неизвестно что еврею тоже может иногда потребоваться юридическая помощь Еврейский истеблишмент быстро находит адвоката когда дело касается не евреев и не еврейских дел Если, например, в каком-нибудь городишке где-нибудь в штате Вайоминг мэр города решил на деньги муниципалитета установить рождественскую елку то целая батарея адвокатов евреев готова доказывать что это не противоречит конституции согласно которой религия отделена от государства Для такого дела еврейские лидеры всегда найдут деньги и подходящих адвокатов но как трудно бывает им найти и то и другое если это требуется для еврейских нужд Многие еврейские родители из тех, что не в состоянии послать своих детей в престижные дорогие школы боятся с другой стороны отдать их в бесплатные государственные школы где еврейскому ребенку угрожает не только физическая опасность но и опасность духовная еврейский ребенок заканчивая такую школу нередко с трудом уже помнит что он еврей многие родители даже не будучи сами религиозными склонны поэтому направлять детей в еврейские религиозные учебные заведения но и здесь за обучение надо платить причем немалые суммы таким образом дети лишаются возможности получить минимальное еврейское образование и все мы знаем каким результатом это приводит почему еврейский истеблишмент не заботится о предоставлении бедным семьям поддержки чтобы дети могли получить еврейское образование ведь от этого зависит будущее американского еврейства деньги которые наш истеблишмент мобилизует в еврейских общинах тратятся на бессмысленные и что еще хуже вредные вещи деньги идут на содержание баскетбольных команд еврейских в кавычках больниц в которых неевреи составляют большинство пациентов и нет даже кошерной еды что же в таком случае делает их еврейскими на содержание летних лагерей общинных центров и молодежных клубов в которые записываются неевреи наряду с евреями и которые превратились в рассадники ассимиляции и смешанных браков на все это находятся деньги их не находится лишь на еврейское образование если же еврейским учебным заведениям все же удается получить каким-нибудь образом финансовую поддержку от государственных учреждений то те же самые еврейские лидеры которые только что отказывались помочь вдруг пробуждаются к жизни без малейшего зазрения совести они начинают доказывать что это противоречит конституции ведь религия отделена от государства спасите республику откуда ни возьмись возникают адвокаты которых невозможно было разыскать когда требовалось защитить еврейские интересы и адвокаты эти из кожи вон лезут чтобы государственные деньги не были истрачены на религиозную школу это и не удивительно еврейскому истеблишменту вообще не нравится эта штука еврейское религиозное образование ешива? нет это слишком еврейское это способствует замкнутости это мешает интеграции между евреями и неевреями ешива бросает вызов первой заповеди ассимилиантов раствориться среди окружающего населения это просто отвратительно ешива не может вызывать симпатии у еврейского истеблишмента потому что она наглядно демонстрирует пустоту душ еврейских лидеров и отсутствие у них элементарных знаний о еврействе есть еще одна проблема которую трудно понять руководителям еврейских организаций обитающим в респектабельных пригородах это проблема физической безопасности евреев которые живут в определенных кварталах больших городов ограбление и насилие на улицах страх при каждом стуке в дверь поджоги и осквернения синагог и еврейских учреждений эти явления стали фактами повседневной жизни для десятков тысяч евреев они живут в постоянном страхе перед грубым физическим насилием религиозный еврей который отправляется в синагогу на вечернюю молитву обращается к Богу не только с теми словами что записаны в Сидуре он молит Всевышнего еще и о том чтобы по дороге домой его не убили и не ограбили где те еврейские лидеры которые осознали необходимость обеспечить жителям этих кварталов физическую безопасность выполняя работу полиции у которой всегда на готове стандартный ответ нам не хватает людей есть ли вообще такие лидеры кто несет ответственность за жизнь безопасность имущества евреев выясняется что никто и мы обязаны спросить почему когда подвергающиеся едва ли не ежедневным нападениям евреи жители кварталов бедноты обращаются за помощью в еврейские организации им отвечают обращайтесь в полицию это их работа каким бессердечием какой жестокостью надо обладать чтобы дать такой ответ еврей обитающий в нью-йоркском или чикагском квартале бедноты тысячу раз обращался в полицию и тысячу раз полиция ничего не делала для его защиты может быть в фешенебельных пригородах от полиции и есть какой-либо прок но в кварталах бедноты обращаться к ней бессмысленно а когда евреи не прибегая к помощи еврейского истеблишмента организуют самооборону чтобы уберечь себя и свои семьи от грабежа насилия убийств у лидеров еврейских организаций хватает без стыдства ставить им палки в колеса сама идея еврейской самообороны не укладывается в их головах патрули для обеспечения безопасности хулиганства заявляют они евреи организовались чтобы бороться с преступностью кто позволил им брать закон в свои руки возмущаются лидеры в конце концов не мы одни читай все кроме нас страдаем от преступности нельзя делать из этого еврейскую проблему аргументы эти выдвигаются людьми которые от имени еврейских организаций всерьез занимаются такими еврейскими в кавычках проблемами как война во Вьетнаме вопрос о том печатать ли почтовые марки с изображением рождественской елки и борьба за права несчастных негров в Южной Африке в этом заключается одна из трагедий нашего сиротского поколения к своим собратьям евреям у еврейского руководства нет ни малейшего сострадания чужие проблемы они считают своими еврейские же проблемы чужды им руководство еврейских организаций состоящее из ассимилированных евреев потерявших связь с народом с простым евреем в кавычках наглядно не монстрирует свое моральное банкротство и снова мы вынуждены спросить почему почему это происходит почему мы не делаем для себя того что делаем для других почему мы не откликаемся когда евреи обращаются к нам за помощью кто парализовал в нас чувство братства что стало с Сават Исраэль зашается от Сават Исраэль ст més она есть это оминаем